Всем привет! Сегодня классный выпуск, все как вы любите. Минимум времени, минимум затрат, минимум инструмента, а на выходе максимум полезности. Я сделал специально короткий выпуск, чтобы сэкономить ваше время. Поэтому досмотрите, пожалуйста, его до конца, а после просмотра поделитесь вашим мнением в комментариях. Обсудим с вами самоделку, стоит ее делать или нет. Давайте начнем. Мне понадобятся вот такие ящики. Я их взял бесплатно в магазине Светофор. В них им привозят фрукты, виноград. Мне нужно, чтобы дно первого ящика, который находится снизу, было приподнято на пару сантиметров. Для этого я взял отрезок доски и сделал на ней разметку, чтобы получилось 4 кусочка. Ее можно распилить ножовкой, но чтобы не тратить ваше время, я воспользуюсь вот такой дисковой пилой от бренда Redwerk. Пила довольно мощная и хорошо меня выручает в домашних делах. После того, как я напилил заготовки, их нужно закрепить на ящики с обратной стороны. Разложив их как нужно, фиксирую при помощи термоклея, чтобы они не сместились. А затем уже основательно креплю на саморезы. Опа! Электричество выключили. Но это не проблема, ведь у меня есть бензиновый генератор Redwerk мощностью 5,5 кВт. Этого с лихвой хватает, чтобы запитать электричеством не только мастерскую, но и весь дом. Преимущество этой модели в том, что она имеет цифровой дисплей и счетчик моточасов, электростартер для облегчения запуска генератора, рукоятку и колеса для транспортировки, систему предупреждения о низком уровне масла, автоматический регулятор напряжения и медную обмотку альтернатора. Также есть и ручной стартер. На всякий случай ссылочку, где я приобретал генератор и пилу, оставлю в описании под этим видеороликом. Теперь зазор снизу получился то, что нужно. Ну а мы идем дальше. Беру 4 ящика и ставлю их друг на друга. Обматываю упаковочной пленкой. Сделать нужно не менее 7 слоев. Примерно вот так должно получиться. Далее, при помощи ножа прорезаю пленку по форме ящиков. Можно, конечно, было бы отдельно обмотать каждый ящик, но времени бы ушло на это очень много. Теперь мне понадобится вентилятор. Благо завалялся от вытяжки. Но можно использовать любой другой, у кого какой есть. Кладу его в нижний ящик, таким образом, чтобы поток воздуха был направлен вверх. Далее, устанавливаем следующий ящик. Включаем вентилятор. Все работает. Самоделка готова. Давайте ее тестировать. В качестве объекта для испытания я буду использовать яблоки. Нарезаю их на небольшие дольки. Затем аккуратно раскладываю яблочки по ящикам. Оставляю место между дольками для прохода воздуха. Укладываю ящики друг на друга и включаю вентилятор. В итоге, друзья, получилась классная сушилка для овощей и фруктов. Также она подойдет и для сушки грибов. Моя сушилка получилась практически бесплатная. Отличие от магазинной минимальное. И там, и там есть вентилятор. И там, и там есть пластик. Вот что произошло с яблочками после 7 часов. Они полностью высохли. Так как у меня в помещении температура 35 градусов. Как думаете, на ней можно будет подвялить мясо или рыбу? Напишите об этом в комментариях. Ну а я на этом заканчиваю. Всем желаю добра, мира вашим семьям. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok